Мне до сих пор трудно это принять, и Ирина Безрукова уехала на необитаемый остров ради погибшего сына. Подписчики начали высказывать тревожные предположения, но их беспокойство оказалось напрасным. Актриса приняла участие в съемках нового сезона реалити-шоу «Последний герой», премьера которого состоялась 2 марта. Находясь на необитаемом острове, Ирина сделала неожиданное признание, которое тронуло сердца телезрителей. В новом сезоне «Последнего героя» принимают участие команды артистов и экстрасенсов, в каждой из которых по 8 человек. Игроки прибыли на Филиппины со жгучим желанием одержать победу и выиграть заветный приз – 2 миллиона рублей. Уже с первых минут участникам пришлось столкнуться с непростыми испытаниями. Они внимательно прислушивались к словам ведущей Яны Трояновой, демонстрируя неожиданную волю к победе. Но все же команда артистов потерпела поражение и должна была расстаться с одним из своих игроков. По мнению Ирины Безруковой, коллеги могли признать ее наименее полезным членом команды. Актриса не обитает в необходимом уровне физической подготовки, которая требуется участникам для того, чтобы выигрывать в сложных состязаниях. Тем более, что организаторы шоу постарались максимально усложнить знаменитостям жизнь. Безрукова откровенно призналась перед камерой, что отправилась на остров по личным причинам. Она мечтала обвести здесь душевный покой. «Я вырастила прекрасного сына, и до 25 лет он был за мной. Но так получилось, что он погиб, и мне очень трудно до сих пор это принять. Мне больно и страшно, но я знаю, что Андрюшке бы понравилось, что я отважилась на это путешествие. «Возможно, я это делаю для него», – сказала актриса со слезами на глазах. Напомним, что сын Ирины Безруковой ушел из жизни, поскоржнувшись на кафельном полу в ванной. Он получил травму черепа, которая оказалась фатальной. День, когда произошла эта трагедия, актриса была на гастролях. Субтитры создавал DimaTorzok